Знамение Сына Человеческого 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 тему и хочется все эти моменты разобрать конечно ее надо понимать и кто хочет конкретно разобраться обратитесь к моему последовательному чтению всех книг библии ветхого и нового за это в частности евангелие от матфея но апокалиптическую речь что же она очень легко понятно она имеет свою структуру последовательность это уже практически тут кто разбирается по голове и по стихам можно понять что это уже иисус говорит в конце завершая свою речь ну потом он будет притч рассказывать о суде но здесь он в своем втором пришествии прям прямо уже втором пришествии не о вознесении воскресе восхищение даст великоскорбным церкви еще о чем-то прямо втором своем пришествии и вдруг после скорби дней тех речь идет о великой скорби кто бы кто же там что не подразумевал всю книгу откровения царство антихриста но речь идет о последнее о всех событиях свершившихся во время царства антихриста все вплоть до второго пришествия христа иисус говорит и вдруг после скорби дней тех солнце померкнет и луна не даст света своего и звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются тогда явится знамение сына человеческого на небе и все думают что это что-то внешне явится и тогда вас плачут все племена земные и увидят сына человеческого заметьте чтобы всегда уразуметь какую-то истину можно я тоже очень говорю часто длинные сообщения длинные предложения длинные речи пишу длинные ролики но чтобы понять смысл надо надо все ну так лишнее скажем убрать да не считайте за богохульство что и можно что-то убирать из слов иисуса чтобы что-то какую-то мысль поймать нам бывает мешают какие-то лишние расплывчатые слова определение причастные депричастные обороты которые что-то там подчеркивают да чтобы понять смысл она надо что-то затемнить так скажем чтобы у нас очень явные мысли понятны всегда были очевидны и тогда вас плачут все племена земные и увидят сына человеческого грядущего на облаках небесных силу и славу великую и пошлет ангел своих с трубой громогласную соберутся об избранных его от четырех ветров от края небес до края их что мы прочитаем сейчас еще раз с вами как я сказал уже затеняя все отвлекающие нас вещи и тогда явится с и тогда явится знамение сына человеческого на небе и увидит сына человеческого грядущего на облаках скажете ну тогда если мы убираем вас плачу да то кажется что сына человеческого ну два раза увидит как будто до него разве это слово ну кто-то логично немножко читается появится и увидит сына человеческого надо понять простую вещь сейчас мы с вами прочитаем другие речи иисуса через них всегда поймем что о чем говорит иисус матфея тоже то же самое евангелие от того же самого матфея нам известно мы прочитаем причем не в разных даже евангелиях а в одном и том же самом евангелии 12 глава с 38 по 40 стих и тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали учитель хотелось бы нам от тебя видеть знамени но иисус сказал им в ответ рот лукавы и прелюбодейны ищут знамени и знамени не дастся ему кроме знамени ионы пророка ибо как иона был в очреве кита три дня и три ночи так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Знамение никакой не дастся роду человеческому, кроме знамения и он и пророка, который был в очреве кита три дня и три ночи. 16 глава, с 1 по 4 стих. И приступили к Иисусу фарисеи и садуке, искушая его, и просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ, «Вечером, вы говорите, будет дождь, потому что небо красно. И поутру, сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамение времен не можете. Род лукавый прелюбодейный знамени ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамени и он и пророка». Я, во-первых, хочу обратить ваше внимание, очень важное. Вы скажете, что это за знамение Иисус воскрес, если христиане и так верят, что Христос воскрес, и именно в этой воскресшей плоти и что? И явится в свое второе пришествие всему миру. Обратите внимание, для кого это явится знамение? И тогда явится... Я снова вас увидели, прокрутил, поднял вас к тому стиху, или наоборот прокрутил вниз, если по Евангелию. Ну, я на отдельную страничку все выделил. Видите, что можно быстро передвигаться, вчитываться специально для всех, кто глубоко изучает, погружается в еврейские тексты. И тогда явится... Еще раз читаем, да? И тогда явится... Я убираю уже все, я не буду вам перечитывать. После скорби, померкнет солнце, мы будем с вами обращать внимание на важные слова, которые мы сегодня посвящаем наше видео. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные. Речь к кому? Кому это будет знамение? Вот этим. Вот кто его все время пытал? Покажи нам знамение в небе, на небе. Вот они увидят и восплачут. И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных. Я говорю, здесь, знаете, по тексту, я всегда говорю, слушайте, когда вы читаете вот эти синодальные тексты, здесь может показаться, что как будто все-таки это два независимых каких-то события, какое-то знамение, и вот увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных. Здесь, во-первых, я говорю, очень часто синодальный период, но очень ужасный. Я, порой, единственное, вам, знаете, сам не могу сказать точно, как надо было правильно написать. Я вам слишком много вкладываю слов, когда объясняю что-то, да? Но как это кратко написать, я тоже, бывает, даже сам и сообразить толком не могу, да? Потому что, когда мы пытаемся какие-то события писать, ну, я не знаю, бывает, просто не хватает нам какой-то речи, что ли, или, не знаю, связи слов, предложений, да? Да, мы с вами очевидно видим, что когда Иисуса допытываются о знамени с неба, он отсылает их вообще к прообразу Ветхого Завета, да, еще глубже куда-то. А Иона был в очревике, да, три дня и три ночи, да? Конечно же, мы с вами понимаем, что речь идет о воскресении, да? Не о кресте никаком, а о воскресении. Иона, пробывший в очреве кита три дня и три ночи, символизирует Иисуса Христа, погребенного, умершего по плоти, да? И душой, духом своим пребывающим где? В невидимом мире духов, так скажем, да? Хоть он и Бог, и любовь явившаяся во плоти, но для нас, для людей, такой прообраз. Иисус, это знание, чего было, и потом его появление. Конечно же, вы мне можете сказать, ну, это же речь о первом его, ну, о его воскресении, да? И тогда явлении, когда он являлся. Но, если вы обратите внимание, то в первое свое явление по воскресению Иисус являлся уже только своим ученикам. Первое пришествие Иисуса Христа было направлено на проповедь миру, ну, там, в частности, и евреям, иудеям, истины, да? Бог, любовь явился во плоти для них. И когда он уже воскрес, он уже их не утверждал в этом. Воскресший Иисус являлся своим ученикам. Это очень важно. Поэтому, когда Иисус им отвечает вот этим вот неверующим, неверующим, так скажем, иудеям, евреям, да? Когда они требуют от него знамени, конечно же, он их отсылает не к своему первому явлению, себя воскресшего. Это очень важно. Ну, первым я образно говорю все явления, которые Иисус, вы помните, по одному ученикам, разным женщинам являлся, потом всем ученикам, потом на горе Ильонск уже, всем тем, кто считался учениками в его времена, да? Вот в это так называемое первое явление по воскресению своем, все это новозаветное назовем, все события, которые нам описаны в Евангелии, в книге Деяния, в начале книги Деяния апостолов нам описаны, назовем это все первым явлением после воскресения, по воскресению Иисуса из мертвых. Это очень важно, вот этот вот момент простой, очень момент понять. Он не являлся иудеем, он не являлся Пилат, он не являлся первосвященником Ани Каиафи, он не являлся членом Синдриона. Мы этого не видим. Мы не видим, что он являлся каким-то грешником, которые, в общем-то, и орали, распни его, распни его. Это очень важно. Это знамение будет. Почему восплачут эти люди? Почему они восплачут? Вы знаете, Иисус не зря говорил, и вот когда он свою апокалиптическую речь заканчивал, Иисус приточно рассказывал о суде над христианами, над всеми людьми, когда воскреснут, и будет делить их по правую, по левую сторону, деля их на козлов и овец. Вы помните, что Иисус говорил, что вы когда сделаете кому-нибудь что-нибудь доброе, мне сделаете, а они, да, мне сделали, поэтому вот вы от меня по правую сторону, а вот вы, которые не сделали, по левую, потому что вы меня отвергли, и что те, что другие, по правую, по левую сторону будут вопрошать, кто, как, мы тебе никогда ничего доброго не делали, почему-то от нас, да, нас по правую ставишь в своем царстве, а вот их по левую, то есть отвергая от своего царства. Я говорю, еще раз повторюсь, Иисус им прямо сказал, что вы сделали кому-то, вы сделали мне, потому что я Бог-любовь, всячески во всех присутствую. Это очень важно. Речь идет о суде после тысячелетнего царства Иисуса Христа над всеми народом, над всяким языком, как сказано, над всем народом. Все, все, и ад, и море, все отдаст мертвых. Помните, как это и в книге Откровения описано, всеобщее воскресение, и наступает Великий суд. Все, все свилось, земля, все, помните, огонь с неба, когда сатана была отпущена малое время, кого мог там опять поднял, собрались вокруг Иерусалима и стана святых, и все, огонь с неба, все пожал, все, да, все тленное прекратило иметь бытие, и мы попадаем в вечность, и начинается Великий суд. Эти люди не христиане. Они его и не отвергали, и не ждали, они о нем ничего не слышали. Это, как говорят, где будут там какие-нибудь люди из Папуа-Нового Гвине, из какой-нибудь деревеньки, которые даже две тысячи лет в нашем своей современности живут и ничего не знают о Христе, или еще где-то. Это будут именно эти люди. Эти люди, которые вообще никогда не слышали там о Христе. То есть здесь мы видим с вами, я вам не просто так показываю всегда параллельные места, они очень важны. Они именно, они именно об этом. Это не какой-то выдернутый стих, под это мы там подкладываем, пытаемся через один стих толковать другой. Нет, мы с вами видим, кто к нему докапывается. Вот те, кто к нему докапываются, те, кто его отвергали, те, кто знали, что Иисус две тысячи лет тому назад, это те, кто вообще в его времена, те, кто прямо отвергал, кто потом, может быть, слышал, отвергал вот это. Это все те, кому мы с вами, христиане, проповедуем Евангелие, благую весть о счастье человека, который возможен только через преобразование собственной жизни и души, внутреннего яв совершенства в любви. Рассказываем о Христе, о Боге любви, явившемся в плоти, чтобы дать нам пример этой святой жизни в добре и любви ко всему его творению. И все, кто это знает и потом отвергли, неважно, побыв сколько-то времени, может быть, христианами, как говорят, потом отваливаются, не побыв или там пару раз вас послушав и узнав об этом, ваше дело засвидетельствовать, вот все они увидят и вас плачут. Это очень важно. Это речь именно к ним. Поэтому знамени, я говорю, несмотря на то, что так в синодальном как-то написано, не очень, и увидят, как будто два раза, увидят знамени, увидят, тогда явится, заметьте, в принципе, написано, что знамени не увидят, а явится знамени сына человеческого. Тут тоже, в принципе, может быть и, я вот сейчас ругаю немножко синодально, может и ругать его не стоит, в принципе, нормально написано, просто надо вчитаться, да, и явится знамени сына человеческого, когда увидят, здесь, может быть, просто говорю, когда увидят сына человеческого, грядущего на облаках, То есть, они не видят знамения. Знамение явится в грядущем, когда-то, две тысячи лет назад, будучи убитым, воскресшим Иисус Христа, которого они отвергли. Именно в этом знамении явится, что это все правда. Это очень важно понимать. То есть, Иисус им говорит, не даст вам никакого знамения, кроме знамени Ионы Пророка. Ибо как Он был. И то, знамени Ионы Пророка уже символно, сам Иона не воскресал. Хотя, то, что Он, конечно, пробыл в очреве кита три дня и три ночи, какой некой большой рыбок, кита, возможно, конечно же, символ смерти. А Его чудесное спасение Богом, который дал рыбке повеление, она Его выплюнула, и Он оказался на суше. По сути, конечно, символ новой жизни, символ воскресения, второго рождения, как говорится. Но все-таки Иона Пророк прямо не умирал и не воскресал из мертвых. Это тоже надо понимать. А Иисуса действительно жестоко убили. Он умер на кресте, будучи распятым. И через три дня воскрес из мертвых и явился своим ученикам. Так что тут надо понимать. Явится знамение в грядущем. Тут, я говорю, может быть, написано немножко не так. Явится знамение Сын Человеческого на небе. И тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках. Тогда явится знамение. Тут можно было бы действительно, тут видите, так скажем, вкраплено. А можно было бы, я бы, может, написал, чтобы... Я хотя сам, когда пишу текст, я понимаю, что я разрываю иногда. Слишком большие причастные, депричастные обороты я расставляю. Так, чтобы попонятнее, я бы, конечно, написал по-другому. Может быть, Иисус так и говорил. То, что до нас дошло, не факт, что соответствует оригинальным речам Иисуса. Тогда явится знамение Сына Человеческого, грядущего. Тут даже не надо тогда увидеть Сына Человеческого, вот это все. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, грядущего на облаках небесных. Тут очень... Тут просто можно убрать вот это. И восплачут все племена земные. Поменять местами все племена земные, хотя бы с грядущим. А увидеть Сына Человеческого убрать вообще-то, да. Чтобы два раза не было знамения Сына Человеческого. Увидеть Сына Человеческого. То есть тут вот все очевидно и понятно, о каком знамении идет речь. Это будет знамение для кого? Конечно, для нас это уже, для христиан, которые ждут Христа воскресшего когда-то в этой плоти и возвращающегося, для нас это уже, оно не является никаким знаменем. Для нас сам Иисус уже радость, это ничего не знамение. И мы-то, мы что, разве вас плачем? Разве здесь речь о христианах? Нет, Иисус таким, как нам, просто сообщает, что будет, чтобы мы передавали грешников, что с ними ждет их, если они не захотят принять истину, принять Христа в свою жизнь, принять любовь, уверовать в нее, как говорил Иоанн Богослов, его любимый ученик. Разве мы вас плачем? Разве это к нам речь? К христианам, которые веруют, исповедуют и ждут? Нет, конечно, мы возрадуемся. Сам Иисус будет говорить в этой же большой речи, но вы когда бодрствуете и когда увидите все это, восклоните голову вашей, вот счастье, да, то есть возрадуйтесь и возлекуйте. То есть мы видим, о ком речь. И мы видим, что те места, где Иисус им говорил про Иоанна, тоже, кто его спрашивал, к кому речь была обращена, мы с вами видим все то же самое. Что никакого знамени, кроме знамени, этого им не будет. И этого знамени по своему воскресенье, когда он являлся ученикам 2000 лет тому назад, они не видели. Он им не являлся, тем более, он не являлся, как я вам даже перечислил, вот именно там своим врагам, которые его распинали, убивали, перед этим судили. Он не являлся ни Анне, ни Кеафе, ни тому же самому Пилату, вот как раз все племена земные, да, он даже не иудей, не еврей. Нет, он являлся только своим ученикам. То есть притянуть, что это первая речь о первом явлении по воскресенье своем, Иисус говорит, нет. Говорит как раз о грешниках всего лица земли, всех народов, всех племен и всех языков, как это говорится. Мне кажется, что для вас это очевидно должно быть. Что я тут еще писал, сейчас я, ну я в принципе тоже сам и написал уже, своими словами просто сказал вам все. И оказывается на самом деле под знаменем Сына Человеческого подразумевается его воскресенье. Подразумевается, что то, что Иисус Христос будет идти на землю ровно в той же плоти крови, в которой после своего убийства воскрес из мертвых и вознесся на небесах. Я вам хочу напомнить еще о том, что если помните по воскресенье из мертвых, вообще-то, когда Иисус уже явился на горе Еленской, во-первых, когда он являлся всем своим ученикам, кто хорошо знает Евангелие, его помнит, я думаю, вы вспомните, как кому бы он ни являлся, своих близких даже учеников, никто не верил. Сначала сами себе, своим глазам, как говорится, не верили, потом не верили вообще друг другу вот до упора. Все любят вспоминать Фому неверующего, но только, к сожалению, бедному Фоме досталось, несправедливо, в отличие от того, что никто не верил. В Евангелии от Марка этот эпизод с явлением ученикам своим, так Иисус и говорит, написано, что Иисус их укорел за неверие и упорство в этом неверие, то есть такое прям закоснилое неверие. Он одним является, они идут, сообщают всем радостную весть, они не верят. Иисус как бы в этом их укорял, что если вы не верите друг другу и, видя меня воскресшего, не верите тем, кто видел меня реально воскресшим, как будут люди верят, действительно, много ли спроса, вот мы проповедники, да, можно сказать, много ли спроса с людей, которые не веруют там в воскресение Христа, если сами ученики Христа, которые видели воскресшим, друг другу сообщают, друг другу, будучи учениками, а значит людьми святыми, которые не лгут, там не будут обманываться, они все равно не верили. Это не только Фома, Фома был последнему бедному в народной притче в языцах, досталась теперь эта поговорка, да, как Фома неверующий. Да там никто не веровал, вот от слова совсем. Если вы еще раз перечитаете после моих слов последние главы Евангелия всех, можете Марко, хотя бы Марко перечитайте, где вот там написано, как он укорел их, явившись двенадцати, укорел их за неверие и упорствие, вот твердолобости, вот они не верят и все друг другу, он укорел их в этом. Он не верит, даже друг другу не верит, казалось бы, не верит тому, что он им столько раз предсказывал, пророчествовал, как все это будет, рассказывал, сами игры своим глазам не верят, потом не верят друг другу, говорит, как же будь другие. Ну, правда, Иисус потом сказал, ты блаженный, ваши вот очи видели, и то еле веруют. Блаженны те, кто не видевшие, но уверовавшие, да, будут счастливы. Это очень важно. А на горе Елеонской, когда он явился, уже явился, Фомат хоть когда Иисус явился, поверил, да. Но мы с вами знаем, что на горе Елеонской, и когда он собрал множество своих учеников, кому было оповещено, написано, что многие отошли, не поверив. Вот, казалось бы, уже видят своими глазами Иисуса Христа, воскресшего, знали, что было, распят, это удивительно. Вот многие не обращают внимания, ну, для этого и такой есть, как я, Христалюв, да, показываю всегда, вот акценты выдаю, посмотрите, ведь это ученики Христа, и написано, что они, не поверив, разошлись многие с горы Елеонской, не поверив, что это Иисус, что Он воскрес из мертвых. Это удивительно, да. То есть речь идет о знамени, это знамени, это Христос воскресший. Это Христос воскресший. Именно для тех, и это будет действительно для тех, кто ничего не слышал о Христе, не исповедовал, так скажем, не отрекался от Него, это не для них будет. Это будет для тех, кто когда-либо слышал. Начиная вот от тех, кто прям ненавидел Христа в Его земное, первое земное явление на земле, да, когда Иисус сходил, проповедовал, тех, кто вот Его ненавидел, пытался с горы скинуть с самого начала, в первую проповедь, кто его камнями пытался побивать постоянно в Юрусалиме, те, кто его в оконцовке ловил, арестовывал, осудил, бичевал, распинал. И в оконцовке, даже когда те же самые войны по воскресенью, вы помните, у могильной пещеры побежали рассказывать, что что-то случилось, да, все это отрицали. Потом ученики свидетельствовали, все это отрицали. И потом, все те 2000 лет после этих событий, в которых мы с вами сегодня живем, до сих пор, до сего дня, и всегда, когда мы проповедуем в Христе, неважно, сколько человек был христианином, там, пару раз услышал, и все равно это отверг, как Иисус, вы помните, рассказывал, придите в какой-нибудь дом, скажите, мир, дом и сему расскажите, засвидетельствовать об истине, если нет, отрясите прах, идите дальше. Все этого достаточно, что если человек в этом, да, он это слышал, да, занятная история, помните, как Павел, когда в Ариапаге проповедовал, все его слушали, слушали, как дело только дошло до воскресения Христа, что сказали, иди, иди, дорогой, послушаем тебя как-нибудь в другой раз, это нам все неинтересно. Вот эти и восплачут, вот это очевидно. Я к чему все это хочу сказать, еще раз возвращаемся с того, с чего начали, все вот эти вот бредни по поводу того, что это какое-то там распятие, что-то уже сколько, каких-то видео пускают, что-то на камеру, сейчас 21 век, все, можно заснять, какие-то, что-то там увидели в облаках, все, вот знамени сына человеческого. Ну, что за чепуха, хочешь все время сказать, ну, вы хоть знаете, откуда это место, что это за речь Иисуса, кому она была сказана, зачем она сказана? Нет, вот ищут там Христа, Богоматери в облачках, еще что-то, знамени, все, знамени Иисус грядет. Я уж молчу, что до грядущего Иисуса еще вся книга Откровения должна пройти до 19 главы, о которой Иисус, в общем-то, кратко, как я все говорю, по оглавлению, дает оглавление, в своей речи он дает оглавление или краткое описание книги Откровения. Этих событий еще, как я говорю, близко не было, но после последних событий все знают, 24 февраля 2022 года, когда расисты напали на украинский народ, может быть, мы и при дверях, я об этом постоянно говорю, ну уж, по крайней мере, мы в нее даже сегодня, даже несмотря на всю эту агрессию, возможно, подожженную Третью мировую войну или заискренную, возможно, она скоро уже разгорится, это пламя гиены огненной по всему лицу земли, но пока этого не случилось, и поэтому тут где-то искать в облачках какие-то знамения сына человеческого, особенно в виде там креста чего-то, там распятия, то есть там с какой-нибудь пару линием на кресте, то есть, ну, вы поняли, распятие, крест, немножко разные вещи, на распятии должен быть кто-то изображен, так скажем, не важно, хотя бы силуэт какой-то, поэтому это называется распятием, ничего нет, никакого даже силуэта, ну, называется крест. Вот, как вы видите, это полная чепуха, это полный бред, Иисус говорил о себе воскресшем, о себе воскресшем, вот для этих людей это будет печаль, это будет печаль, это очень важно, вот такие вот вещи понимать, о чем он говорит, для чего он говорит, вот, для тех, кто его ждет, это радость будет, да, и это не будет никим знаменем, для нас уже это давно не знамение, а это естественное, мы сами будем в это время, кто воскресать, вы помните, а кто из христиан, Живущих во Христе, умерших во Христе В Боге, в любви Живущих и умерших Возможно жертвенной Любовью закончив свою жизнь Побеждая Пытаясь победить зло добром Как это сделал Иисус То мы с вами кто будем воскресать Кто изменяться Для нас это никакой не знамени А естественный ход событий Даже физиологически Когда мы с вами будем обретать нетление Нетленную плоть Такую же как у Иисуса Христа Вот и все Надеюсь вам это понятно Я сегодня все В этом видео у вас показал Всего лишь несколько стихов из речи Иисуса Всего лишь несколько параллельных мест Где Иисус об этом как мы видим Даже два места в одном Евангелии То есть даже не из разных Евангелий об одном и том же видим Ни раз до нее докапывались мы видим Все, и то он все об этом говорил Так что это знамени Это никакое Есть такая иллюстрация Я не зря на картинке На значке видео подставил Она красивая Интересная Иисус с распятием Да Но Во-первых Иисус с распятием Нам даже нигде Не в книге откровения Он будет на коне Да На бедре там На него будет написано Слово Божье Логос Да Иисус Бог Любовь Это да Но что он будет с распятием Там в руках Это конечно все можно рисовать И это в рисунках Может нести какой-то глубокий смысл Именно я бы сказал Евангельский Потому что распятие Крест Христов Для нас символ любви Это да Можно сказать Вот так даже Почему мне сама иллюстрация Нравится И все Я ее тут не видя Какой-то подоплеки Даже хочу Но нам просто Это не описано Это уже домыслы Так скажем Художников Да Вот И тут я их не хулю Как раз вот это Может быть и неплохо Да Вот Но знамя для них Будет не Христос распятый А как Павел говорил Распятый и воскресший Мы правим Христа Распятый и воскресшего То что распяли Все знают Да 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 Хорошо Ну распяли Ну был Сколько праведников убивали То что убивает Добрых людей Никто с этим не спорит Евангелие действительно Очень часто отвергают Вот как по истории Павла в Ариапаге Как ты только заговоришь О бессмертии О вечной жизни Как мой папа говорит Червяки всех сожрут Ничего там нету Вот Ну был праведник Ну что Ну убивали Миллион лет Всех праведников Тысячи лет вернее Всех праведников Бьют Убивают Гонят Сажают Да Ну что Тут удивительно Ну хорошо Ну был Иисус Ну великий человек Проповедник Ну да Плохо кончил Вот Да Израильские Рашисты Его так называемые Да Убили Задушили Эту истину Хотели задушить Ну что Ну хорошо Ну да это я тебя послушал Чего Воскресенье Вечная жизнь Да ну Ответственность за жизнь За свои дела За возмездие Доброй и злой Злую жизнь Нет Это меня не интересует Это Оставь себе В своей проповеди Людям я постоянно С этим встречаюсь И вот именно Это знамение Воскресшего Христа Они не отрицают Да Что он жил Да Ну был такой Ну чудак Ходил Да О добре Всем говорил Делать нечего Знал же Что прилетит В нашем мире Лежащим возле Сидел бы тихонько Никого не трогал Да Вот Они этого не отрицают Они историческую личность Иисус Христа Очень часто Ну хорошо Не можешь бы Столько лживых свидетельств И столько миллионов Верить в то Что это правда Ну хорошо Ну был Ну я верю Вот в это А в то что Воскресло То что там Придумали Они говорят Все то же самое Что говорили Иудеи того времени Там эти Иерархи Да Ученики украли Там еще что-то Придумали Померещилось Все это неправда Да Вот Так что вот так вот Могу вам лишь напомнить Еще раз Перечитать тогда Первое послание Коринфянам Апостола Павла 15 главу Где в церкви В Коринфе Которую он сам насадил Которую он говорил Что он родил Ее сам во Христе Уже там И не просто Какие-то там На последней партии Лавочки сидящие Члены церкви Да Проповедовали Это не Самые начальники Как сейчас называют Присвитера Тогда называли Сейчас как раз Всякие эти Священники Епископы Да Они именно Учили народ Что Иисус не воскресал Что никто не воскреснет Все Ешь пей Веселись Душа моя Да Вот Это Это лидеры Тех церквей Ну частности Коринфа И Павел Целую главу Ну это Из послания Так скажем Уже люди Поделили на главы Перечитайте ее Как он посвящает На моем канале На этом На котором вы смотрите Это видео Можете найти ролик Нет воскресенья Павел нас всех обманул Я по-моему Как так его назвал Если интересно Напишите в комментариях Я дам Прямую ссылку Если не найдете Ну по названию Можно найти Через поиск На ютубе Или прям лично На канале Есть маленький Поиск такой Вот Я там вот это Подробно разбирал Тоже показывал Ну и можете Всегда на канале Чтение библииных писаний Найти тоже Последовательное чтение Всех текстов библии В частности Послание Павла Калифинам Там тоже Все это посмотреть Это удивительно Я всем говорю Что это Заметьте Что это во времена Во времена апостолов Они уже отрекались От Христа Воскресшего Целыми Церквями Отваливали Со своими начальниками Павел уже вынужден Был Внутри церкви Которую сам Насадил Даже не в чужой Не после Петра Он там приходил Сам родил их Во Христе В Евангелии Все рассказывал Про Павел Христа Распятый Воскресшего И они уже Отваливаются От воскресения Христова Вот они Увидят И восплачут Это очень важно Понимать Вот эти вот Все Вещи Так что Вот так вот Это очень Важно понимать Для чего я все это пишу Говорю Разъясняю Для вашего блага Бытия Для счастливой жизни И чтобы вы не велись На всякую дурь Не обманывались Ложью Лживыми ожиданиями И прочие вещи Да Иисус грядет Я сам это Исповедую И знаю Не то что верю Даже Но Всему свое время Всему свои знаки И никаких Распятий Крестов На небесах Не стоит ждать Весь этот бред Не самому Не питаться Этой Не тем более Где-нибудь Распространять Потому что Заметьте Как люди Только где-нибудь Увидели Все сейчас Понеслось По социальным сетям Моментально Все это Ложь Вы проповедуете Тьму И все это Не безобидные Веси Они в концовке Очень разные Имеют эффект Я об этом Всегда рассказываю Сегодня уж не буду Вот Кажется иногда Да ладно Там какая-то мелочь Нет не мелочь Это все влияет На жизнь человека Как он себя ведет Что он себя ведет Вот Это очень важно Тоже Вы знаете Человек по-разному Живет Если он завтра умрет Или через 25 лет Если он сегодня грядет Или через год Год Или через 10 лет Или через 100 лет Или через 1000 Когда я умру Я говорю Завтра Послезавтра Через неделю Или мне еще полгода Там При какой-нибудь болезни Или 20 лет Я еще буду жить Или я вообще еще Пока молодой И кто знает Может до 100 лет Доживу еще А мне сегодня 20 Да Вот Человек по-разному живет Это тоже все отражается На жизни человека Вот Это все очень важно Да Так что вот так Потому что Действительно с последние времена Человек может быть Семья большая Много детей А он Все Знамя бил Говорил Все Ничего есть не будем Пить не будем Семью содержать не буду Детей побросал Вот Это может по-разному Отражаться на человеке На его психике Поэтому ни в коем случае Не манипулируйте А он не идет А это лживые все ваши картинки Там И видосики С облачками Случайно сложившимися Якобы в какой-то там Крест или распятие Это все чепуха Или Богородица Кто считает Что это явление Богородицы Будет знаменем Что только в это не вкладывать Я надеюсь Я вас сегодня убедил Показав Другими речами Иисуса Сложив все в одно Да Как он говорит ученикам Ну рассказывает Вот О грешниках Что с ними будет Я надеюсь Что все вы это уразумеваете Видите Что все вы трезвые Во Христе Здравые Взрослые Все это видите Это знамение Воскресшего Христа Для них это будет знаменем Для того Чтобы Пустить слезу Крокодилю Что там не знаю Или искренню Да Для нас это вообще Мы сами такими будем Уже Вот Становиться Для них это будет знаменем Что они ошибались Что они отвергли Того Кто есть Истина Свобода И вечная Жизнь Что они отвергли Что они отвергли О, что они отвергли Что они отвергли Продолжение следует...